Здравствуйте! Сегодня я вас научу, как определять потребности клиента. Этот навык – один из самых важных навыков при продажах. Если клиент вам позвонил, и вы ему сразу навязываете какой-то товар, вероятность того, что он у вас ее купит, проравняется нулю, потому что вы его не оценили, вы не выяснили его потребности. Весь закон бизнеса держится на двух китах – выявляем потребности и предложение, которое удовлетворяет эти потребности. И если вы нарушаете один из этих пунктов, то, вероятнее всего, вы сделку теряете. Поэтому очень важно сначала выяснить потребности, а потом делать предложение соответственно этим предложениям. Методика выявления потребностей банальна. Это техника задавания вопросов. То есть вы задаете вопросы, в которых уже изначально звучит то, что вы хотите получить. Запомните это правило. Правило бумеранга. Звучит знакомо, не правда ли? Но вот смотрите. Вы задаете вопрос. Что именно для вас самое важное в данном случае? И человек уже слышит, что для вас самое важное. Отвечая на ваш вопрос, он озвучивает то, что для него очень важно. Итак, прежде всего, сегодня мы будем говорить о выяснении потребностей клиента. Первое, что вам необходимо запомнить, что весь бизнес держится на двух основных китах. Первый кит – это потребности клиентов, то есть то, за удовлетворение чего они готовы заплатить. Второе – это делать предложение соответственно их потребностям. Если вы делаете что-то не так, то вы нарушаете баланс. И в итоге гармония нарушается. То есть не происходит сделки. Начнем с самого главного. Первое. Значит, мы делаем следующее. Закон бумеранга соблюдаем во всех случаях. Самое первое, что необходимо запомнить – это как работает механизм выяснения потребностей. Это техника задавания вопросов. То есть мы задаем вопросы, в которых изначально мы заключаем те слова, их называют предикатами, либо триггерами, которые запускают у человека мыслительный процесс, и он нам отвечает то, что мы хотим узнать. То есть ту информацию, которую вы хотите получить, вы направляете. Вы закидываете бумеранг в том направлении, в котором вы хотите, чтобы он вернулся обратно. Итак, как это звучит на примере техники? Мы спрашиваем человека, что для вас самое главное в данном случае, или в данном товаре, в данном аспекте. Самое важное слышали? Вот если вы закинули слово «самое важное», то и вернется обратно вам с ответом о самом важном. Это необходимо записать и точно помнить. В каждом вопросе, в котором вы вкладываете слово «самое главное», это важный вопрос. Если человек отвечает вам на вопрос, что для него самое главное, вы должны это записать, чтобы не забыли. А потом все предложения, которые вы будете говорить, начинайте исходя из этого. Если человек самое главное подчеркнул, например, цвет, в случае, например, с автомобилем, он говорит «главное для меня, чтобы автомобиль был красного цвета». И вы говорите «красного цвета у нас есть несколько автомобилей, которые я хотел бы вам показать». Позвольте, если он скажет «нет», то это будет нарушение гармонии. Значит, у этого человека что-то не так с психикой. Если этот абсолютно здоровый, адекватный человек, то в большинстве случаев он будет говорить «да, конечно». А какие модели? То есть задаст он следующий вопрос. Диалог должен продолжаться точно по той же самой схеме. Какие вы модели хотели бы сначала рассмотреть? Обратите внимание, я включил в этот вопрос очень важное слово «хотели бы». В первом случае я включил в вопрос «важное», во втором случае «хотели бы». Потому что в первом случае я хотел узнать важный для него, самый важный критерий выбора, а потом я хотел бы узнать, что бы ему хотелось. Вот насчет «хотелось» нужно сделать исключительное замечание. Когда человек отвечает на вопрос «хотелось бы», он говорит о том, что эмоционально вызовет у него положительную реакцию. Если вы в вопросе включаете слово «хотелось бы», то в ответе на этот вопрос вы получите ключевой элемент, на который, если вы будете делать ставку, человек даст вам позитивную эмоциональную реакцию. Если вы в вопросе включаете слово «хотели бы», то при ответе на этот вопрос человек вам методом бумеранга даст самую важную информацию. Информацию о том, что вызвало бы у него самое яркое эмоциональное ощущение. Обратите внимание, люди думают, что делают выводы логичными. Но при продажах это несколько иначе. На самом деле люди принимают решение на фоне той эмоциональной окраски, которую испытывают, когда слышат информацию о том, что для них важное им хотелось бы. Итак, я хочу, чтобы вы сделали следующее. Вы записываете несколько вопросов, которые вам легко и непринужденно можно было бы задавать почти каждому клиенту. Например, первый вопрос, который вы зададите, должно быть включать слово «главное» или «важное». И второй вопрос, в котором вы озвучите «хотелось бы». Например, как это делают некоторые торговцы. Люди, которые умеют продавать, они знают точно, нужно просто спросить. Когда бы вам хотелось это приобрести? Это уже, конечно, более профессиональная техника, которая заключается в продаже во времени. Но если человек говорит, я бы хотел это успеть как можно быстрее, вы сразу понимаете, чем быстрее, тем дороже. Вы говорите, в течение часа мы можем доставить, это будет стоить 10 долларов. А в течение суток это будет стоить 5 долларов. И человек выбирает. Если для него самая важная была бы скорость доставки, то значит, вы на самом деле выиграли. Вы заработали плюс 5 долларов, почти в два раза больше, только благодаря тому, что вы обратили внимание на самую главную для него сейчас потребность. Не сам товар, а скорость доставки. В дальнейшем вы сможете использовать эти ответы ваших клиентов для того, чтобы сделать более современной, более модернизированной ваши услуги. Чем выше будет уровень соответствия между оказываемой вами услугой и потребностями клиента, тем больше будут довольны вами ваши клиенты, тем больше они будут вам платить. Итак, домашнее задание. Первое. Вы составляете список из двух-трех вопросов. самых удобных, самых универсальных, простых, которые вы могли бы задавать каждому клиенту сразу после приветствия, чтобы вы могли задать вопрос для выяснения его потребностей. Первый вопрос должен включать слово «либо важное, либо главное». И второй вопрос, который должен включать «хотелось бы», «хотел бы», «хотелось бы», связанное с желанием. И тогда у вас будет четкая схема. Задавая два, максимум три вопроса в процессе беседы, вы уже выясните, какой именно товар и в какой форме ему презентировать. В дальнейшем вы сможете выяснить также личностные особенности, личностные приоритеты и особенности характера клиента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...